Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марина Вгородова, Николай Слепцов и микрофону ведущая Саргалана Антонова. За последние три года в Якутии на 30% увеличилось число детей, вовлеченных в дополнительное образование в сфере IT. Мир сегодня стремительно развивается, меняется, формируется новое поколение, которое активно интегрирует в свою жизнь высокие технологии. 22 улуса. Таков итог работы в этом году команды под названием IT-десант Якутии. Так она посетила с выездными семинарами для школьников и преподавателей практически две трети нашей республики. И буквально на днях молодые люди вернулись с севера, из Тампонского и Аймеконского улусов. Итак, что входило в программу обучения? Как надо готовить людей к технологическому процессу? Каковы успехи в этой работе и что еще предстоит сделать? Об этом сегодня наш разговор. И ответы на эти вопросы мы получим у наших собеседников. Итак, это руководитель Ассоциации развития IT-отрасли нашей республики, ведущий эксперт технопарка Якутии, Мичил Викторович Стручков. Добрый день. Добрый день, дорогие участники, телезрители, радиослушатели. Мы находимся здесь сегодня. Хотим рассказать, что мы сделали за год, поделиться информацией, эмоциями вместе с вами. Следующий собеседник студентка Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета Екатерина Подорожная. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Меня уже представили. Так, и следующий собеседник заведующая практикой Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина Ирина Васильевна Демидова. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Очень рада поделиться с вами эмоциями, которые мы пережили совместно с нашей командой. Ну и об этом, конечно, поподробнее. Хорошо, дорогие друзья. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашей программе. Ну что же, начать наш разговор. Мне хотелось бы с вопроса к Мичилу Викторовичу. Вот эти цифры, которые я привела в самом начале нашей программы, что у нас в Якутии на 30% увеличилось число детей, которые вовлечены в сферу IT. Вот на ваш взгляд, за счет чего происходит такой рост? Ну, хотелось бы для начала сказать, что у нас республика очень сильно развивается в последний год. И основной из перспектив направления это информационные технологии, IT. И сегодня созданы максимально всевозможные условия, чтобы дети узнали профессии будущего и прокачали свои навыки. Потому что сегодня мы знаем, что у нас есть компании, которые работают на мировом рынке. Это компания, которую Майтона, все слышали, и Индрайвер. Это наши флагманы, которые показывают, что надо, можно, вот находясь здесь, живя в республике, да, Якутии, да, таком вот отдаленной территории, да, и можно создавать достаточно крутые, конкурентоспособные продукты. Вот. Мы сегодня все пользуемся транспортными средствами, да, вот Индрайвер, да. И реально, вот Якутия, да, очень мотивирует детей, да, которые вот создают. Я хотел бы вот сказать, что вот про циферку, конечно, это статистика, да, но за статистикой скрывается большая, огромная работа, да. И 30% это вот детей мы зафиксировали, да, и проводим республиканский конкурс Майпрофессии IT 2016 года, да. И в этом году у нас полторы тысячи участников, да, школьников и студентов прошли данный конкурс, да, и этот показатель, потому что в прошлом году у нас тысяча детей было, а в этом году полторы, да. То есть это, соответственно, вот 30% тут как бы ведется, да. Но помимо вот той организации, которую я представляю, Технопарк Якутия и Ассации, да, то есть помимо этого есть другие как бы участники, да, в том числе и юни-якутяне, да, доп. образования и Мако Девы наук. И если посмотреть конкурсы, вот везде, в каждой сфере есть что-то новое, да, вот IT-чинное направление, поэтому можно сказать, что уверен, что IT очень сильно развивается, и количество детей, да, растет каждым годом. Действительно, но сегодня, 28 декабря, у нас очень интересная дата, можно сказать, уникальная, и именно сегодня исполнилось 10 лет со дня основания Технопарка Якутия, да. Давайте расскажем несколько о том, что он сегодня собой представляет. Да, ровно вот сегодня, 28 декабря, да, и 10 лет назад был приказ, да, президента, да, нашей, да, то есть это и создание Технопарка высоких технологий, которые уже сейчас имеют большое количество резидентов, больше 160 находятся активно, да, резидентов, да, ежегодно выпускается много резидентов, да, вот. И, безусловно, это структура, которая помогает молодым предпринимателям, которые занимаются инновационной сферой, да, то есть тут, если говорить про Технопарк, то несколько направлений есть. Есть, как бы, одни из таких перспективных IT, есть технологии, есть биотехнологические кластеры, потому что сейчас химический вот этот биокластер очень сильно развивается в мире, да, и мы, как бы, заранее закладываем фундамент, что вот сейчас, скоро, через 5 лет, чтобы быть на гребне волны, да, вот, и сегодня как раз вот самый такой торжественный день у нас, да, сегодня будет много встреч, да, и на сегодня, конечно, безумно вот играет роль, и, как вы знаете, республика сейчас занимает топовые места в Дальнем Востоке, да, то есть у нас был осенью такой Дальневосточный форум, где наши лидеры, да, которые, как бы, поделились информацией, что вот 83% экспортированных IT-продуктов, да, это вот как раз дает именно наша республика, вот. Хорошо. Ну, если взять, например, успех представителей Якутии, которые уже вышли, работают на мировом уровне, взять хотя бы того же Арсена Томского, да, братьев Ушницких, а как вы думаете, вот в чем их успех? Они ведь выросли в то время, когда не было, например, технопарка Якутия, их никто не поддерживал, но, тем не менее, люди сделали себя, сделали свое будущее. Так, ну, я бы сказал, вот, заглядывая в прошлое, да, то есть, сказать, конечно, безусловно, это их, скажем, мотивация, стремление, да, как бы их сделать, да, их сама вот вера, что они могут что-то изменить, и у народов, скажем, вот якутского, да, даже вот когда я тоже общаюсь именно разными представителями разных центральных городов, да, и спрашивают, вот в Якутии, да, то есть, у вас огромная территория, то есть, одна пятая часть Российской Федерации, да, и население меньше миллиона, да, то есть, это плотность, то есть, получается, ну, еще суровая холода, суровые условия, но каким-то образом, да, уникальным образом появляются такие люди, которые что-то делают, да, то есть, мне кажется, это наша внутренняя, окружающая среда нас воздействует, да, и мы должны выживать и что-то делать, вот как раз та внутренняя сила, мотивация как раз и дает вот такую силу, да, и результаты. Ну, вот Арсен Томский тоже в свое время говорил, что если ничего не делать, то, соответственно, ничего и не получится. Если вспомнить, например, историю их успеха, то и Арсен Томский, и братья Ушницкие, они очень начали рано работать, еще в школьные годы, да, и сделали себя. А у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. А, добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Работники передачи, участники. И вот, я смотрю, вот собрались здесь крутые ребята, ну, продвинутые, и говорят, что вот у нас IT-технологии очень продвинутые, даже на международном уровне. Занимаем, идем впереди страны всей. И вот меня вот беспокоит, даже огорчает вот наших старых людей, недалеких людей. Мошенники заколебали, вот, совсем все деньги с Якути снять. А у нас IT-то на таком высоком технопарте уровне находится. Вот системно как-нибудь можно бороться с этим, или нет, людей защитить как-нибудь? Не считая правительства, МВД и прочее, системно. Как вот можно защитить, помочь людям своим, землякам, якутянам? Спасибо большое. Очень интересный вопрос, практически. Я бы сказал, в прошлом году были встречи, вот, как раз по этому вопросу, по кибербезопасности, да. Конечно, мы понимаем, что новые технологии меняются, и что создают новую возможность, но с этим появляются новые какие-то угрозы, да, как бы, и, конечно, особенно тут страдают именно пожилые люди, да, которые могут легко доверить. У нас в Якутии очень, на самом деле, доверчивые люди. Очень добрые, доверчивые люди. Да, добрые, доверчивые люди, и этим, ну, пользуются, да, другие, как бы, мошенники, скажем. Ну, и, как бы, детские, детские тоже, как бы, да. То есть, конечно, в этом направлении надо будет тоже усилить работу, и уже начиная, вот, в прошлом году там были встречи, как раз по информированию. То есть, тут немножко сложно, то есть, нельзя сделать именно какое-то устройство, программу, которое отслеживает, да, то есть, всегда будут люди, которые будут искать уязвимости, да, и так далее. Тут больше это работа с населением по информированию, то есть, это грамотность, да, вот, информационная, скажем, грамотность. Ну, и повышение грамотности, наверное, самих пожилых людей, да. Да, ага. Мы в наших передачах не раз обращались к этой теме, рассказывали о том, что повышают уровень компьютерной грамотности среди наших пенсионеров, пожилых, что и школы третьего возраста активно работают, и приложения мобильные делают, которые помогают нашим пожилым осваивать компьютерные технологии, которые помогают им защищаться. Ну, тут еще вот даже взрослым, да, человеку приходят сообщения, и там ты не знаешь, что это, как бы, официально, да, то есть, сообщение, запрос или, как бы, злоумышленники, да, то есть, поэтому тут надо тоже задуматься. Это вот одна первая задача как раз найти пути развития, да, как бы обосноваться и потом уже защищаться, да, защита и так далее. Вот это направление сейчас, мне кажется, надо больше времени, да, сил уделять. Спасибо за этот вопрос. Давайте теперь расскажем о вашем проекте IT-десант Якутии, вообще, как он появился и в чем его суть. Угу. Так, я хотел бы начать республиканский конкурс «Сама про СИТ». Да, еще раз мы… В этом году шестой раз был организационный проведен, да, и статистика, вот, полутора тысячи участников мы набрали. Это вот среди конкурсов проходит для школьников седьмого по одиннадцатый класс и для студентов, да, то есть, ага. И очень важно, что конкурс, он себя представляет, мы говорим вот про комплексное развитие, да, чтобы вовлекали процесс все заинтересованные стороны, да, все, которые вот мы знаем, что в районах, вот, допустим, если смотреть город Якутий, район немножко, да, то есть сенсоризовывающий на городе Якутий, потому что тут есть центр, ну, как бы, да, центр, столицы, да, республики. Ну, конкурс по всей республике проходит, да. В этом году мы в 22 районах были проведены образовательные семинары, также в формате хакатона конкурса. Хорошо, мы об этом непременно расскажем в следующих частях нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы перейдемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о вовлеченности детей в сферу IT, а также о прошедших в этом году образовательных семинарах, которые были проведены командой IT-десант Якутии. Как надо готовить людей к технологическому процессу, каковы успехи в этой работе и что еще предстоит сделать. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Сахар. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашей программе. Ну что же, я напоминаю, что у нас в гостях члены команды IT-десант Якутии. И мы продолжаем говорить о конкурсе «Моя профессия IT». Каков интерес к этому конкурсу самих учащихся? Мне интересно было бы узнать. Так, вначале, когда мы только рассказываем про профессию будущего, соответственно, и дети, пройдя конкурс, скажем, семинар, у них как бы вызывает интерес, какие профессии, как научиться надо, какие навыки, потому что инструментариями, да, то есть мы об этом как раз и проводим в нашем семинаре, рассказываем. Конечно, для отдалённых районов, безусловно, для них что-то новое, да, вот мы как раз вот сказали, что были в Амекёне, и там прям дети собирались и ждали, просили там автографов, потому что таких мероприятий у нас, к сожалению, не так активно, да, то есть проводится, да, и, соответственно... Тем более с выездом в Улглусы на шесть публики. Да, ага, и вот они учатся создавать именно продукты, цифровые продукты, да, чтобы создать продукт, надо иметь компетенцию. Вот мы говорим, у нас есть три роли. Это вот менеджмент, человек, который создает именно атмосферу, работает именно командой, да, то есть прорабатывает идеи генерации и потом выступает. Есть ещё дизайнер, который создаёт визуальную концепцию будущего прототипа, да, то есть логотипы, да, как бы все вот это... То есть это успех команды, можно сказать, да, не одного человека. Да, и разработчики, конечно, технически разрабатывают. Делают дети за два-три дня, делают мобильные проложения, прототипы, да, сайты, да, и что-то ещё как бы могут сделать, именно хотвертые вещи. Вот, и это, безусловно, тот творческий, да, вот именно они как бы начинают делать. Мы немножко, вот, Хакатон, это такой интересный формат, когда мы погружаем их в какую-то атмосферу, где они выходят за рамки, скажем, да, привычного, да, дискомфортной ситуации, и они начинают именно что-то делать. Да, они сидят, и потом, когда получают результат, они прям загорают с идеей, да, то есть я хочу сделать что-то уникальное, да, то есть и оказывается, это не так сложно оказывается, да, если знать, поэтому мы об этом и проводим наши образовательные семинары, профессионные, да, и мотивационные. Конечно, безусловно, дети очень прям сильно загораются, то есть и дети участвуют с пятого класса, да, то есть и они потом нам отправляют свои работы, да, посмотрите, да, то есть мы уже там, уже запускаем через Google App Store, уже захватим весь мир и так далее, вот прям интересно наблюдать за процессом. А что ждет победителей вашего конкурса, и вообще как складывается судьба детей, которые приняли участие в этом конкурсе? Так, конкурс, соответственно, есть командные призы, да, то есть это все-таки командная работа, ну и также есть индивидуальные номинации, да, это вот лучший менеджер и дизайнер и разработчик, и по результатам конкурса это возможность поступить в ВУЗ, да, вот это лучший в ВУЗ страны, вот в этом году мы 10 детей по нашей программе поступили, это вот московские ВУЗы, да, санкт-петербургские и в Владисоке, то есть и очень классно, что такая тенденция растет и продолжает, то есть и вот уникальное, проводя вот мероприятия, да, то есть участвуют дети, и они вовлекаются в процесс и создают именно сообщество. Мы в этом году организовали уже сообщество ребят, которые участвовали в конкурсе, и они уже начинают друг друга поддерживать, да, и кто живет именно сейчас не только в России, да, ну и других, там в Сирии живут наши ребята, они как бы делятся, выходит связь, и безусловно мы их даем возможность, чтобы они росли, и даже вовлекаем просто участвовать в наших конкурсах, да, наших программах. Допустим, дети могут уже старше студентами, да, то есть они могут стать уже не как участники, но и как менторы, трекеры, которые помогают уже других поколениях, да, то есть стать своеобразными кураторами. Ага, кураторами. Хорошо, давайте теперь перейдем непосредственно к десантам. Скажем, где они пришли, как они пришли. В 2019-м мы первый конкурс в 2016-м было, а большинство было мероприятия только в городе Якутске проходили, да, и сложно было детям, которые находятся в других отдаленных районах, приехать, да, участвовать в конкурсе, поэтому мы решили масштабировать конкурс на другие районы. Это было в 2019-м. привлекались специалисты, которые работают в этой сфере, да, то есть, получается, это люди, которые, это не учитель, которые, ну, как бы занимаются, а люди, которые уже работают, знают технологии, да, и они, как бы, знают в тренде, то есть они, как бы, мы их привлекали, чтобы они... И в качестве экспертов. В качестве экспертов, чтобы они актуально оценили работу детей, поделились информацией, мотивировать. Когда человек такой приходит уже непосредственно на площадку, это реальное ощущение, да, это не просто я выступаю, докладам скучным, нет. Когда люди, человек показывается, вот так надо сделать, и, вау, круто, да, и вся вот это идет. И потом уже в 2019-м, это вот 20-й, 21-й, да, вот этот год, мы решили дать возможность еще больше людей вовлекать на IT-десант. И сейчас, как бы, находятся у нас эти десанты, мы привлекаем студентов, которые учатся по этой специальности, да, также учебные заведения, да, то есть это у нас СУФУ есть, сейчас АГАТУ, как бы, да, АГИКИ, которые искусствуют по дизайну, да, то есть есть ЭКСЭВ, да, Покроссовый колледж, как раз опубликованный процесс, и они уже сами выступают в качестве спикеров, да, экспертов. Хорошо, опять-таки, у нас сегодня в гостях находится студентка Северо-Восточного федерального университета. Насколько я знаю, вы учитесь в Институте математики и информатики, как раз-таки по профилю, да. Расскажите, пожалуйста, вот как вы попали в команду десанта, где побывали, какие впечатления у вас остались? Да, попала я на IT-десант с помощью объявления третьих курсов, да, я учусь на третьем курсе, да, ВИМИ, моя специальность прикладаем математикой и информатикой, вот, собственно, меня это заинтересовало, потому что в первую очередь мы оставляем свой след в истории развития IT по республике Саха-Якути, да, и непосредственно у нас было два дня подготовки, мы как десантники, у нас бой сразу в стиле, получается, так, два дня насыщенного инстансива, да, и первым, куда мы отправились, это была Алёкма, Алёкма, мы отправились в составе Ирины, нашего Мичила. Наземным транспортом, это была довольно длительная дорога, наверное, более 20 часов. Нет, 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 это мы с самым длительным. Да, первая была высадка, скажем, десанты, и мы собрали лидеров, которые потом должны были разделиться уже по отдельным группам и провести мероприятия, и как раз первая была высадка, Алёкминский. Да, вот, провели, замечательно провели мероприятие. Наверное, расскажу, да, собственно, как проходят наши семинары. У нас проходит два дня интенсива среди ребят, школьников. Первый день ребята, ну, первый день, получается, проходят такие лекции, как команда образования, соответственно, да, ребята разделяются на команды, мы рассказываем про IT-компетенции, да, про них тоже уже рассказали, разработчики, дизайнеры, менеджеры. Ребята, кто-то может для себя находить подходящую роль. В дальнейшем ребята, то есть ребятам, и вот самое главное задание именно создание идеи проекта, да, вот, и по таким направлениям, примерным, как образование, транспорт, медицина, городская среда, ребята должны найти именно какие-то проблемы выявить, да, которые находятся, допустим, внутри их района, может быть, какие-то транспортные, да, проблемы. Конечно же, в цифровом формате всё проводится, да, то есть это как сайт, приложение, может быть, должна быть такая, такой набросок. Вот, это вот первый день. Второй же день ребята уже создают именно бизнес-модель проекта. По бизнес-модели именно, да, линк-канвас ребята уже создают презентацию, и с презентации уже выходит на питчинг. Питчинг — это выступление и защита своего проекта. Да, непосредственно мы экспертировали, да, помогали им в работе. Они получали именно базовые навыки для прохождения таких конкурсов, как, да, моя профессия IT на хакатонах. Это самые главные инструменты, да. В общем-то... Ну, они, наверное, могут после этого участвовать в научно-практических конференциях, семинарах и так далее. Разумеется, да, это очень нужные навыки, да, и для создания своего стартапа, потому что некоторые ребята вот были очень сильно воодушевлены, да. Мы побывали в команде с Ириной, были в Мирном. Расскажи, как вы доехали? Как мы доехали? Путешествия ваши... Это был наш долгий путь. Сколько часов? На протяжении 26 часов по машине. Да, мы три раза переходили речку пешком, вот. Успели ещё сломаться, ждали помощи. Ну, в общем-то, был очень интересный путь, но она того стоила. Да. Тоже замечательно провели семинары наши, получили отличный фидбэк от детей, преподаватели тоже заинтересовались. И после мероприятия, эти... ой, мероприятия, да, образовательных семинаров именно в Мирном, через пару дней, даже на следующий день, начался Хакатон, Хакзайс 3.0, где непосредственно наши ребята были организаторами в составе вот Мичилла, да, Ирины тоже и наших коллег. В моём же случае, да, я расскажу. Я добавлю, что вот, получается, мы говорим про развитие, да, то есть республики. А сейчас созданы ещё айти-центры. У нас больше 15 айти-центров при поручении, да, то есть главы республики, да, стоит задача 17 айти-центров. И это наши точки. Опорные, наверное. Опорные, куда наши ребята, айти-центры ездили туда и там десталкировались и проводили мероприятия. Мероприятия проводилась, так как понимаем, что пандемия, да, то есть очень на площадке были дети, ограниченное количество детей, а все остальные находились в школах. Получается, ездила команда, высадилась, ну, пусть в Мирнинский, да, то есть там айти-центры было выступление. И близлежащие посёлки, да, эти все деревни. Они все были охвачены. Через охвачены выступали, да, участвовали. Таким образом, что вот поездка очная, мотивация, да, и ещё как бы расширением аудитории посредством вот таких технологий, да, то есть как ВКС там, да, Zoom, да, конференции. Вот, и первый вот как раз мы, была первая поездка Лёпому, потом сразу три, по трём направлениям ездили команды. Это был первый Мирнинский район, первая группа, вторая группа Нюрбо, да, Нюрбинский район и Черопчинский. И потом они в течение там двух недель ближайшие районы вот с Мирного ехали Ленский, с Ленского уже Сунтар, вот, и таким образом они там проводили мероприятия и также участвовали на Хакатоне. То есть одной поездкой вы хватили сразу несколько улосов нашей республики. Ну что же, дорогие друзья, впереди вас вновь ждёт блог Каламы, а мы продолжим наш рассказ уже в следующей нашей части передачи. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Якутск сегодня. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о вовлечённости детей, сферу IT, а также о прошедших в этом году образовательных семинарах, которые были проведены командой IT-десант Якутия. Итак, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, давайте продолжим наш разговор. И хотелось бы я обратиться к Ирине Васильевне. Я знаю, что Ваша команда из колледжа попала в финал высшей лиги 6-го республиканского конкурса «Моя профессия IT». Вообще, расскажите нам об опыте участия колледжа в подобных проектах. Ну, во-первых, участвовать образовательным учреждением в таких мероприятиях очень важно. Ну, согласно вообще указам нашего главы, да, номер 149 о цифровом развитии, до 2024 года должен значительно увеличиться уровень выпуска специалистов, именно высококвалифицированных специалистов в сфере IT. Колледж в этом случае у нас занимает такое, ну, достаточно хорошее место, да, у нас выпускают специалисты широкого спектра, да, для IT-отрасли, да, это и дизайнеры, и разработчики, и в сфере обеспечения информационной безопасности, также даже инфокоммуникационные, да, сети и системы связи, да, тоже. Вот, поэтому колледж тоже расширяет свои рамки, да, например, мы открыли свою школу IMAX, свое как бы маленькое отделение в Бердегистяской школе, да, там тоже выпускаем, учим специалистов, да, ну, ребята в школе уже получают какие-то навыки, да, в сфере IT и сдают экзамены на нашей базе. Да, да, и почему IT-десант? Почему IT-десант, да? Наряду с семинарами образователями, которые мы проводили, в которых участвовали, да, стоит очень большая задача, это профориентация наших школьников, да, Вот эти поездки действительно, я думаю, увеличивают интерес. Да, чтобы ребята, поступая, да, ну, которые интересуются IT-сферой, да, во-первых, знали, что в Якутии есть где учиться, есть к чему стремиться, да, мы пока так же, вот, например, со мной ездили мои студенты, некоторые, да, из нашего колледжа, некоторые работали внутри в эти парки, да, они, ну, сопровождали наши семинары, были диспетчерами, да, наших семинаров здесь, отсюда, да, и это большой опыт. Вот, ребята должны видеть, к чему стремиться, к чему идти, да, и для того, чтобы повысить именно профориентацию студентов, уже студентов, да, мы должны приглашать к себе заинтересованных, мотивированных абитуриентов, да, а когда это делать? Конечно же, со школьной скамьи мы должны объяснять ребятам, учить их, да, помогать, что, ну, есть к чему стремиться, да, и что у них есть какое-то будущее. Ребята даже, которые как бы просто не знают ничего в IT, но думают об этом, да, после наших семинаров понимают, что они могут, что они могут, даже если они не умеют разрабатывать, да, если они не разработчики, если они не дизайнеры, да, мы предлагаем им стать менеджерами, да, всегда есть в IT, это прекрасное такое, да. Проявить все возможности, да, там можно, да, не только, не только нужно обязательно разрабатывать что-то, да. Но сейчас цифровые технологии проникают же во все сферы нашей жизни практически. Да, поэтому... Мне кажется, что любая профессия связана с развитием. Поэтому школьники — это такой очень важный кластер для нашего будущего, нашей республики, для развития IT. Почему IT? У нас очень сложные, да, природные условия, у нас очень сложные климатические условия, дорожная сфера, да, тоже транспортная среда, да, нам нужно как-то быстрым, легким способом, да, а это сейчас развитие IT, да, отрасль, мы должны решать эти проблемы, улучшать нашу жизнь, да, и, ну, стремиться к нашему благополучию. Хорошо, вот по итогам этих ваших поездок школьники, которые, например, участвовали в семинарах, они получают что-либо, ну, какие-то сертификаты, может быть, благодарственные письма, подтверждающие их участие, и каким образом они, может быть, влияют на их будущее при поступлении, дают ли это дополнительные, может быть, баллы, плюсы и так далее? Так, в семинары участвуют как школьники, так и учителя, да, потому что это отличная возможность и прокачаться, да, учителям, и, пройдя, вот, участвуя в нашем семинаре, а учителя получают именно сертификат повышенной квалификации, да, это 18 часов, да, и, соответственно, это помогает им, да, в будущем, как бы, использовать ту методологию, которую мы даем, это вот семинар провели, и остаются вот методологи, презентации остаются, материалы, да, то есть они могут не только вот, номер пять, они могут еще быть посредником, посредником, то, да, то есть они могут, внутри школы могут провести такие мероприятия по нашему формату, поэтому, безусловно, очень полезно, а дети получают сертификаты тоже, а сертификаты мы потом учитываем, и когда они будут участвовать в наших конкурсах, мы будем знать, как они развивались, да, то есть это, конечно, безусловно, дает именно для начального старта, да, вот такая вот путевка, да, в будущее, вот. И тут я хотел еще вот про IT-десант, да, то есть говорят, почему IT-десант, да, две девушки прекрасно сидят, девушки, не похожи на десантов, да, вот, IT-десант, почему было создано, потому что мы понимаем, команда должна именно ехать, да, отдаленные районы, да, там, где сложно, труднодоступные, логические, да, как бы люди, и наша задача не просто, как бы, как, да, то есть полететь самолетом в комфорте, да, то есть мы в реальных условиях, да, жизненных едем. Мы, как бы, на хайсе, да, вот, миллионники со всеми другими пассажирами, да, это вот мы упитываем то, что как реальность, да, как происходит, и, конечно, безусловно, когда проводили мероприятие, это не всегда там красиво, да, как сейчас мы выступаем, рассказываем, на самом деле, суровые случаи климические, там были электричества, да, вырубался, да, где-то интернет пропадал. И как вы в темноте без интернета работали. Да, и там, вот, допустим, мы сегодня так, программка все четенько, а завтра что-то случилось, и надо что-то сделать, да, каких-то условий. И IT-десант именно был в неизвестных ситуациях, ты должен находить именно решение, да, не быть именно жертвой обстоятельства, да, а быть именно таким активным человеком, да, который вот создает условия. То есть, поэтому мы как раз идея, идеология, как-то IT-десант как раз и отражает. Поэтому вот Катя, она большевременно проживала здесь, в городе Якутске, да, то есть я вообще удивлен, почему она поехала туда, какая мотивация была, да. Обычно приходят мужчины, здоровые, да, вот она поехала и... Ну, давайте узнаем, да, у Катя, почему? Скажи, пожалуйста. Да, ты решилась поехать, несмотря на такие суровые условия, на дальние расстояния, на суровость климата нашего. В первую очередь, чтобы, конечно же, увидеть нашу родину, республику Сахай-Якутия, да, увидеть, какие есть красоты, да, вот мирно очень красивый тоже город. Мы были еще в Ленске, были в Сунтаре, нас приняли, очень, точнее, нас очень тепло приняли, да, и я бы с радостью отправилась еще в Аймеккон и в Тампон, да, тампонский УЛУС. Вот. И, к сожалению, у нас было три команды, и мы не разделились, точнее, чтобы посетить все, все районы именно Якутии. Да, но все равно 22 УЛУСа, это очень большой охват, но, насколько я знаю, вы являетесь еще и грантополучателем, вы же не просто так развиваете этот проект. Ну, вот, про некоммерческое партнерство, а социальное развитие IT в 2013 году существует, основанное было, да, то есть ее задача как раз вот развитие IT, и входят именно такие компании, как Endriver, MyTone и другие партнеры, у нас больше 28 компаний, и цель, задача, мы понимаем, что сейчас идет кадровый голод, и мы должны как-то вот, раньше мы фокусировались на студенческой аудитории, сейчас надо на школьниках, да, потому что в этот момент они как-то начинают нарасти, и мы должны с ними работать. И, да, в этом году нам удалось стать именно грантополучателем от фонда президентских грантов, и это нам дало возможность, да, провести такие мероприятия, да, то есть это тоже финансовые вопросы, мы сейчас отчитываемся, много чего надо сделать, да, до конца года закрываем, вот, и помимо грантов, очень хорошо, что нас встречают и сами управления образования, администрации, их поддержка точно очень важна, потому что мы не можем приехать, да, все мы хотим, а на их базе будем, да, поэтому, безусловно, хотел бы поблагодарить именно наших, кто видите на телезрителе, которые участвовали в организации проведения, вы супер, спасибо, что вы нам помогаете, да, и мы вместе с вами делаем вот такую интересную мероприятию и развиваем IT. Ну и о перспективах, конечно, хотелось бы поговорить, каким вам видятся будущие проекты, да, какие-то планы вы уже наметили на следующий год? Да, мы вот сейчас как бы выстроили несколько проектов вокруг конкурса, образовательные курсы, онлайн проводим тоже, да, потому что посредством онлайн тоже можно провести мероприятие, семинары образовательного IT-десанта, да, есть аксессуараты школьных проектов, я, к сожалению, не смог бы ответить, потому что у нас очень много материалов, да, это позвали тем командам, которые участвовали в конкурсах МАПРО в сети, которые хотят заниматься своим развитием проекта, то есть они попадают в школьных проектов. В этом году мы первые запустили, и дети, они уже на старте вот запуска своего проекта находятся. В следующем году мы очень много безумных идей, да, как всегда мотивированы, мы всегда готовы, да, любой, как бы, любой движ, скажем, да, и если получится, то мы, хотелось бы с Американского района, как бы, запустить на наш хакатон, конкурс МАПРО в сети, в самом суровом условии, в самом холодном месте, в северном районе, да, и этим, как бы, заявить о себе, потому что очень важно сейчас мотивировать детей, да, чтобы они видели, что есть возможность проявить себя, да, посредством, ну, как бы, навыков, да, и, ну, хотя бы обратиться и телезрителям, маму и папу, которые, да, вот IT у нас развиваются, и вы являетесь на том человеке, который будет рассказывать, поэтому мы приглашаем вас участвовать в наших конкурсах, благодарю бы всем организаторам, особенно тоже учебных заведений, да, республиканских в районах, также наше вот профессиональное учебное заведение. И администрации УЛУСов, управление образованием, так же? Конечно, безусловно. Хорошо. Ну, что же, наша программа завершается. Давайте поздравим наших телезрителей, радиослушателей с наступающим Новым Годом. Дорогие друзья, это была программа «Якутка сегодня». Сегодня мы говорили о десанте, IT в Якутии. Всего вам самого доброго и до встречи теперь уже в следующем 2022 году. Всего вам доброго, до свидания, с наступающим Новым Годом. Пока! С Новым Годом! С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова